Добрый день! Добрый вечер! Добрый вечер! Прошлое видео, где Аделька младшенькая была в кадре, собрала невероятное количество просмотров. Больше чем 19 тысяч. Спасибо вам большое, все кто посмотрел. Сейчас думаю, может быть наличие собаки сделает мне столько же много просмотров. Ну и я продолжаю вас знакомить с членами моей семьи. Вот этого вот замечательного пса мы нашли на дороге. Он кинулся к нам под машину. Мокрый, вшивый, маленький пёс. Вообще в религиозных семей не очень принято заводить животных дома. Но мы подумали, что доброе сердце, наверное, выше всяких этих законов. Поэтому чудо живет сейчас у нас. Знакомься. Сначала мы думали, что это мальчика, назвали его Несс. Несс это чудо. А потом узнали, что это девочка. Поэтому сейчас это просто Нести. Нести, поздоровайся. Привет, скажи. Привет. Ой, будь здоровой. Всё. С некошерным животным на руках Тору мы изучать не будем. А так готово. Отлично. Как вы быстро все собрались. Спасибо большое. Очень не терпелось вам дать сегодняшний урок. Потому что лично я, когда изучала эту тему, она меня очень вдохновила. И мне прям не терпелось. Вы видите, я за две минуты до начала эфира не смогла удержаться. И вышла к вам. Потому что хочется скорее рассказать, поделиться. И может быть кому-то это будет так же полезно, как и мне. Итак, мы с вами продолжаем изучать недельную голову Лехлаха. И хотела бы сегодня на уроке затронуть немножко другие аспекты, чем мы с вами затрагивали вчера. Кто смотрел анонс нашего урока, мы сегодня будем говорить про феминизм, про первого подкаблучника в Торе, про воспитание детей, что это основная нить, которую я бы хотела закончить урок. И о отношениях. Итак, мы с вами начинаем. Вообще всегда есть лекции, которые делятся на три вида. Первая лекция это когда задается какой-то вопрос. И он настолько скучный, что и ответ вы не можете слушать, потому что он такой же скучный, как и вопрос. Бывает, что вопрос вызывает у вас интерес, но когда лектор начинает отвечать на него, вы начинаете засыпать. А бывают такие вопросы и такие замечательные ответы, которые не оставляют вас равнодушными. И даже после урока вы начинаете искать и углубляться в это еще больше, потому что чувствуете, что здесь еще не остановились, что надо еще где-то покопать. Вот в данном уроке я так и почувствовала, что этот вопрос, который меня давно мучил, мешал, я пыталась думать о том, что наши прадцы по-любому поступают правильно, и где-то есть объяснение всем этим его действиям. Но в глубине души мне всегда хотелось его по-женски осудить за все то, что он сделал. А что сделал и кто сделал, мы сейчас с вами потихонечку начнем говорить. В нашей недельной главе Лехлыха мы явно видим, что Абраам Абину, как бы так очень нежно сказать, пренебрегает своей женой. Он думает только о себе, в нем работает нездравый эгоизм. Он пытается вытянуть себя и оставить свою жену в очень большой беде. Абраам Абину ведет себя как слабак, на первый взгляд. Если бы мы не знали, что мы говорим про Абраама Абину, то в принципе любого другого человека мы бы посудили именно так. Что произошло? Произошло, что Всевышний сказал в нашей недельной главе Абраам и Сара. Я хочу заключить с вами договор. Будем мы с вами напарниками. От вас, пожалуйста, выйдите из этого города, идите в Израиль. И там распространяйте Тору и мое имя. А в ответ на это мы в следующей недельной главе с вами с Божьей помощью поговорим. Я вам дам имя, детей, богатство. Благословлю вас всеми благословениями. Верят они этому, естественно, и уходят в Израиль. Как только они приходят в Израиль, случается что-то невероятное. Первый раз в Израиле наступает голод. И местные люди, вместо того, чтобы приветствовать великолепного, огромного праведника, который пришел к ним жить, они начинают его прогонять и говорить, ты нам принес неблагословение, ты нам принес клала, проклятие. Уйди из нашей страны, потому что до твоего сюда прихода мы не знали, что такое голод и отсутствие дождей. Ничего ему не остается, и берет он жену и всех тех, с кем он пришел, и спускается в Египет в поисках еды. Когда они подходят к Египту, до проходного пункта, начал Авраам обращать внимание, что на Сару засматриваются другие мужчины. И сказано, что мы на этом не остановимся, буквально на секундочку. Написано со слов Авраама, «И увидел я, что жена моя красотка». Чувак, ты уже несколько десятков лет с ней живешь, и только сейчас ты увидел, что она у тебя красотка? Как можно объяснить это? Мне кажется, что это даже можно обидеть. То есть все платья, которые я одевала до этого, и все украшения, которые ты мне покупала, и думала я, что в твоих глазах великолепно, ты, оказывается, вообще на меня не смотрел. Написано, что Авраам настолько любил внутренний мир Сары, что он буквально не замечал то, как она выглядит. Для него ее внешность, ее внутренний мир были чем-то одним целым идеальным. Сейчас. Настя! Хуже, чем ребенок. И когда он увидел, что другие мужчины на нее заглядываются, он понял, вау, так у меня жена красотка. Секунду. Извините, пожалуйста. Чем ближе они подходили к границе, тем больше он видел, что Сара вызывает нехилый интерес у местных жителей. И тогда он ей сказал невероятную вещь. Тумрина, скажи им, пожалуйста, что ты моя сестра. Ну, такой себе мужской поступок. Сара вообще не стремя, потому что она была красоткой, она еще была светлокожей, в отличие от женщин, которые проживали тогда, и сейчас, в принципе, в Египте. Поэтому она не только была красивая, но еще и вызывала общий интерес. Привет, Ханочка! Как если бы сейчас на улицах Киева прошли люди, я не знаю, из какого-то племени в своих одеждах, все бы на них оборачивались и говорили, вау, какая особенная. По законам того времени лучше было убить человека, чем совершить акт прелюбодействия. что это значит, что как только приходила в город женщина, которая понравилась мужчине, он не мог начать с ней отношения до того, как не убьет ее мужа. То есть то, что он разрушит семью, убьет мужа и возьмет себе эту жену в дом, было нормально, а то, что он будет просто встречаться с ней иногда, когда муж командировки, это совершенно было в их глазах не лицеприятно. Насколько это отличается от времени, в котором живем мы? Кто из нас подумал, что легко убить? Да, каждое убийство у нас освещается в новостях, мы слышим про убийство, не дай Бог, в наших городах, это всегда вызывает у нас море негатива. Но когда мы с вами говорим про измену, в нашем мире, к сожалению, это стало настолько обыденной темой, что мы перестаем удивляться, даже когда слышим слухи о том, что какая-то религиозная пара, есть возможно, что кто-то там с кем-то. А, ну ладно, сами разберутся. В Египте в те времена было совершенно по-другому. И Авраам знал, что как только они туда зайдут, если они будут мужем и женой, то тогда что? Авраама убьют? А Сару себе кто-то возьмет в жены. И тогда он сказал, скажи, пожалуйста, что ты моя сестра. И здесь очень легко с вами сделать логическую цепочку. Если она пришла с братом, значит, она не замужем, значит, ее что? Обязательно возьмет кто-то из египтян. Ты серьезно вот так вот подставляешь свою жену? Я тут, типа, чуваки, ни при чем. Давайте вот она. А я, помните, как у нас с Хавой, когда не хотела она кушать сама плод, и сказала, не-не-не, сама нет. Не дай Бог, чтобы моему Аврааму еще какую-то, Адаму еще какую-то сарочку под Всевышний подогнал. Не-не-не, если я, то и ты. Здесь же Авраам Авину говорит, не. От Кан до здесь, когда вопрос касается жизни и смерти, тогда, пожалуйста, ты моя сестра, ты там сама разберись, а я постою в сторонке. Сказать, что Авраам был слабаком, вообще невозможно, потому что мы с вами знаем историю о том, что была Первая огромная мировая война, когда две империи, четыре царя и пять царей начали воевать друг с другом, четыре царя выиграли и пошли завоевали с дом и взяли в плен лота. Так что делает Авраам? Авраам совершенно не думает собрать армию, не продумывать никакую стратегию. Что он делает? Он берет своего раба Элиезера и вдвоем они побеждают этих четырех царей. У Авраама есть нехилая сила. И тут, когда время доходит до Сары, и одного царя, он говорит, не, сама разберись. Хотя до этого за какого-то вообще там дальнего родственничка он четырех царей положил и даже не запыхался. Можно подумать, что, может, у них были очень сложные отношения, но нет. Мы знаем, что Авраам безумно любил Сару. У них были невероятные отношения. Об этом можно говорить много, приводя примеры из нашей Святой Торы со многих глав. Но факт того, что люди прожили много десятков лет вместе, пройдя миллион испытаний, и остались, и были вместе. И Авраам похоронил Сару и написал невероятную песню, которую мы тоже с вами поговорим. Говорит о том, что они пережили все испытания. Пережить такие испытания, это значит, что только любовь могла их спасти. Мы знаем, что в современном мире, к сожалению, слово «развод» уже не вызывает таких вот эмоций. Прямо «да ладно!» Ну, разводятся люди, не ужились вместе. И мы знаем, что есть многие триггеры, которые сопутствуют разводу. Кто-то потерял работу, не о нас будет сказано, зашел в депрессию. Кто-то не ухаживает за собой, кто-то сидит дома, кто-то не реализуется. Разные у нас есть возможности, чтобы негативно влиять на нашу семью изнутри, тем самым ее руша. У Авраама с Сарой была невероятно сложная жизнь. Он забрал ее из шикарного дома, где у нее была куча помощниц. И сказал, «Давай, Сарочка, пойдем со мной, Всевышний нам там кучу всего обещал». Он берет ее в голод, он берет ее в Египет, там ее забирает Сара, который от-то-то сейчас с ней сделает, хазовый шалом, непонятно что. Она 90 лет не может иметь детей. Она берет себе... То есть, что тут? Побудьте с нами 10 минут, вы знаете. Она берет в дом чужую жену, которая рожает ее любимому мужу. Сына Сара не рожает. В общем, вы все знаете эти истории, и все понимаете, что ее жизнь была очень сложна. И каждое из этих 10 испытаний могло полностью разрушить их семью. Но это не произошло, потому что они любили друг друга. Когда Сара умирает, сказано, что Авраам не хоронит ее, где попала, рядом с домом, поблизости, под красивым деревом. Он выбирает ей самую люкс-гробницу на то время. Он кладет ее в место, где похоронены Адам и Хава. И когда ему Эферон предлагает взять это место бесплатно, думая, что там просто какая-то будка, вообще непонятное место, Авраам говорит, нет, я за счет своей жены не буду экономить. Все, что связано с моей женой, я заплачу полной стоимостью. И поэтому сейчас у нас нет никаких вопросов, кому принадлежит это место. И даже пусть арабы вякают, что они хотят. Есть вещи, за которые наши праотцы имели цехль, мудрость заплатить и на все времена закрепить эту территорию за нашим народом. Тогда получается, что у нас вообще нету объяснения. С одной стороны, сильный мужчина, безумно любящий свою жену. С другой стороны, как только пришел немножечко запашок какой-то опасности, он тут же ее выставляет перед собой и говорит, ты иди, скажи, что я к тебе никак не отношусь. Ну, круто! Наш праотец. Когда я благословляю своего сына, будь как Авраам, Ицрак и Яков, вряд ли я хочу, чтобы мой сын взял у Авраама пример быть таким подкаблучником. Не берите мои слова близко к сердцу, мы обязательно поймем, из чего эта история была закручена. Итак, у нас много мудрецов, много мудрошей, которые эту историю не могут судить в лучшую сторону и говорят такие вещи, которые я бы вам не смогла зачитать, если бы не нашла оправдывающие вещи для мушей и защитила бы его. Итак, Барбанель у нас говорит, что Авраам совершил такой грех, что лучше бы он умер, чем так бы подставил свою жену. Что говорит Рамбан? Рамбан говорит, что Авраам совершил, хоть и непреднамеренно, но большой грех, и он должен тоже понести за него ответственность. И он еще приводит логическую цепочку. То, что у нас написано в пирке, а вот, надеюсь, что с Раф Пентусевичем вы уже до этого дошли, написано, что заповедь влечет за собой заповедь, грех влечет за собой грех. Рамбан говорит, в данном случае грех повел за собой грех. Тебе Всевышний куда сказал идти? Он тебе сказал идти в Израиль. Ты пришел в Израиль. Голод, шмолот. Тебе сказали сидеть там, значит, сиди там. Чего ты начинаешь думать, что ты умнее кого-то? ослушался мнение просьбы Всевышнего, спустился в Египет, пожалуйста, получай, сделал один грех. И тут же у тебя по цепочке начинают другие грехи прилипаться к твоей истории. Звучит красиво, но только в том же пирке. А вот у нас сказано, что десять испытаний было у Авраама вину, и все десять испытаний он прошел. Это значит, что спуск из Израиля в Египет никак не засчитался Аврааму за предательство или за уклонение от воли Всевышнего. Наоборот, мудрецы говорят, что он большой умничка, несмотря на то, что Всевышний ему обещал невероятную телегу благословений. Он приходит в Израиль, у него голод, у него дети плачут, у него наложницы, у него жена привыкла к другой совершенно жизни. Что он мог сказать? Что мы могли сказать? Вы устраиваетесь на работу, вам говорят, что будут платить десять тысяч долларов, а в конце месяца вам дают десять тысяч гривен. И такие, извини. Он так первое, что мы сделаем, это уволимся с работы, и дай Бог, чтобы мы не послали этого работодателя куда подальше. Авраам, в свою очередь, молчит. Никаких претензий ко Всевышнему. Всевышний, я знаю, что так, как ты делаешь, оно к лучшему. Мы спустимся в Египет, вернемся. Все будет хорошо, я полностью доверяю тому, как ты руководишь моей жизнью. Испытание пройдено, с достоинством. Тогда как всю эту историю мы можем закрутить, что Авраам, лучше я хочу усилить... Извините. И это именно тот вопрос, который может не давать нам спать, если мы не найдем на него ответ. Сказано дальше в нашей недельной главе, я перевела себе на русский, «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы душа моя жива была через тебя». Другими словами, Авраам сейчас говорит, «Милая, мы сейчас с тобой идем делать такой ги***шот, такой махен-шмахен, мы отсюда выйдем с такими деньгами, слушай, у меня есть такая схема, не боись, значит, ты сейчас идешь к какому-то египетскому мужику, пока ты там с ним разбираешься, я тут, короче, бизнес, и вру любую деньги, и тогда мы с тобой уходим с большим баблом». Ну, круто. Помните, как эту историю, когда на одном корпоративе стало скучно, и тогда директор сказал, кто прыгнет в бассейн с крокодилами, тому дамам большую сумму денег. Долго-долго никто не прыгал, и вот один чувак прыгнул, начал отбиваться от этих крокодилов, ну, кун, рукой, ногой, справа, слева, и вылез с другой стороны из бассейна. И тогда ему сказали, «Ну, скажи хоть что-то!» Он сказал, «Где этот подонок, который меня толкнул?» Вот то же самое, мне кажется, здесь могла сказать Сара. «Чувак, ради, ну, посредством меня ты хочешь какие-то схемы свои проворачивать? Может, как-то я в сторонке постою, или ты сам как-нибудь?» Все-таки это большая опасность. Шутки шутками, попасть в руки в то время к египтянину, красавице-женщине, было безумно опасно. И непонятно, сколько времени было у Авраама делать свои гешефты, пока Сара была бы в целости и сохранности. Это как, знаете, после свадьбы муж и жена встречаются уже в отдельной комнате, и жена говорит, «Ну что, как было? Сколько гостей? Какая музыка? Какие все были замечательные?» А муж говорит, «Ну, судя по гостям, наверное, наше мероприятие окупилось». То есть Авраам спускается в Египет и еще хочет окупить свое пребывание там. О чем речь? Речь о недельной главе Лех-Леха, о поведении наших праотцов, Авраама и Сары, про их взаимоотношения присоединяйтесь. Я надеюсь, что скоро вы поймете, к чему мы это все ведем. Еще небольшая история. У одного человека было очень много денег, и он уже попробовал все, что только можно. И в конце, когда он совсем... Совсем ему было скучно, он решил, «Дам-ка я объявление, кто научит мою собаку петь? Дам ему огромную сумму». Естественно, никто не хотел этим заниматься. И тут наш Гершель подумал, «Давно у меня нет работы, и сумма такая замечательная». И подошел он к этому человеку и говорит, «У меня есть высшее образование, я готов научить твою собаку петь». «Что ж, отлично, возьми. Но у меня есть одно условие. У меня это все займет около 10 лет». Договорились. «И детей сложно научить, тем более собаку бери, обучай, вот тебе заранее все деньги». Приходит он с огромным чемоданом, он делает свои царочки и говорит, «Пожалуйста, хотела сережки, хотела шубу, все что угодно, покупай, поехали на шопинг в Милан». И она говорит, «Откуда?» Он ей рассказывает, «Откуда эти деньги?» Она сказала, «Ой, Воровой, ты с ума сошел? Так вот, не успеем, глазом махну, деньги закончатся, 10 лет пройдет, и тогда что будет?» Он говорит, «Ну что будет?» «Или этот человек умрет?» «Или собака умрет?» Сейчас вы поймете, к чему я вообще это все веду. Спасибо. Почему Авраам сказал, что он ее брат? Логически мыслям. Мы должны были понять, что если он хотел вообще отречься от Сары и сказать «Я тут ни при чем», он должен был сказать «Я ее частный водитель», «Я ее слуга». Да все что угодно. Брата тоже могли убить, если он единственный, кто находится с этой женщиной. Объяснение дает медраж и наши мудрецы. Они говорят, что в те времена те, кто жили, выдавал замуж сестер, были именно братья. Если какая-то девушка понравилась парню, он идет не к маме с папой, а к брату. И поэтому Авраам сказал, «Скажи им, что я твой брат. Я здесь для того, чтобы шедухнуть тебя. И тогда, пока мы будем договариваться про деньги, которые кто сколько заплатит, и пока мы будем вести вот эти переговоры, мы с тобой успеем уйти». Окей. В принципе, здесь у нас уже хоть немножечко видна логика, что Авраам Абину думает немножко наперед, от мужским таким своим разумом, но странное происходит потом. Отличная возможность убежать оттуда, но когда ты видишь, что твой план А не удался, что твою жену не захотел обычный египтянин, с которым можно вести переговоры. Сразу твою жену, любимую Сэру, взял кто? Сэр. А с Сэром уже не ведутся никакие переговоры. Сэр с тобой не будет выходить на диалог. Сэр взял ее и больше тебе не отдаст. Ну так самое логическое это придумать план Дубль два, поехали. Тут же начинать продумывать другую сторону. Не удалось убежать, не удалось сделать то, что ты изначально хотел. Надо что-то другое думать. Нет. Не подумал. И вот этот вопрос поведения нашего Авраама, он заставляет нас безумно задуматься о того ли человека мы ставим в пример столько много поколений. Ты хочешь сказать привет? Да? Смотри сколько людей слушают Аделька, вы уже знакомы. Привет. Привет. Какая недельная глава, ты помнишь? Нет, лех-леха. Помнишь? Скажи удачной вам учебы. Удачной вам учебы. Беги, милая. Да. Кстати, извини, что отвлеклась. Почему им легче было убить человека, чем взять его жену? Потому что убийство это всего лишь один грех. Пять минут ты убиваешь и на этом забываешь. Что такое прелюбодеяние? Что такое иметь отношение с замужней женщиной? Это значит, что каждый раз, каждую минуту, когда ты проводишь с ней время. Она каждую эту секунду изменяет. Она изменяет себе, она изменяет семье. Каждая секунда это безумный грех, который рождает ангелов, выступающих против тебя на том свете. Им легче было один раз совершить грех убийства, чем ежедневно, ежечасно, ежеминутно приступать через грех не возжелай жены ближнего своего. Вот такой вот интересный подход к заповедям. Мы с вами продолжаем. Когда раби, любавческий раби и его жена Хая Мушка жили в Америке, очень часто было принято, ну, как попросить еще раби благословения? Очереди огромные, не каждый день ты постоишь. Принято было посылать какие-то подарки, жене раби посылать цветы и в букете цветов закладывать листик, а там было написано просьба о благословении, просьба на здоровье, на счастье, на шедух, на все, что угодно. И вот один раз раби Цинха и Мушке принесли невероятно огромный букет, и в нем была записочка. Букет поставили в комнате раби Цинха и Мушке, эту записочку понесли к рабе. Когда раби взял эту записку, он вернул ее и сказал, передай назад, Майя Рэббетсон тоже имеет возможность благословлять. У женщин есть силы, а иногда не меньше, чем силы мужчины. Как мы это знаем? И вообще как мы разбираем эту ситуацию? Мы же не можем просто Аврааму придумать оправдание, это будет нечестно. Мы должны это взять где-то из его слов, из его объяснений. И мы с вами это находим. Я думаю, что многие из вас, кто соблюдает шаббат или был на праздновании шаббат в религиозной семье, слышали невероятную песню, которая звучит до трапезы Эшитха Эль Мим Ца. Слышали? Найдите в интернете. Я очень хотела в начале урока включить вам ее, но дети забрали компьютер на мультике. Эшитха Эль Мим Ца на самом деле не Шлу Муаменах придумал эту песню. Эта песня была написана как прощальные слова Авраам Аксари. Вообще изначально очень многие смеются над этой песней, не зная ее предыстории, потому что представьте себе картину, что стоит муж, стоит жена, красивая трапеза, дети вокруг, и муж начинает петь благочестивую жену, кто ж ее найдет? Что значит кто найдет? Рядом с тобой стоит твоя жена. И ты такой в задумье поешь, ну кто же найдет такую жену? Надо было петь как? Я нашел благочестивую жену, моя жена удостоилась, моя жена праведная как? Петь кто бы удостоился праведной жены, вообще не очень этично в присутствии своей же жены. но сейчас мы с вами понимаем, что на самом деле эти слова были сказаны не с улыбкой, а с горькими слезами Авраама на могиле своей жены Сара. И когда мы дальше с вами можем на недельную главу Хаей Сара, прям в Медраше разбирается каждое предложение и доказывается, что эта песня на самом деле была написана как прощальные слова Авраама к Саре. И в этой песне мы находим такие слова сердце мужа ее все окей сердце мужа ее вера в ней и что мы здесь видим что Авраам никогда не считал себя главой семейства Авраам никогда не считал что мужчина он в семье главной Авраам всегда знал что в доме его самое главное самое важное это его жена и когда они пришли в Египет он знал что Сарены заслуги они постоят за нее и поэтому он не сам не сказал я ее брат ведь если он пришел туда как ее шатхан сделать ей шатхан все понимаете это слово правильно он должен был сам сказать так а кто эта девушка стоять я поговорю значит так я ее шатхан цена такая-то такая-то кто хочет кто заинтересован так бы было адекватно но он что он справился за ее спиной и сказал ты скажи что я твой брат тем самым он пытался защитить себя думая и надеясь что Саряных заслуг хватит не только на ее спасение но и спасение его мы знаем что наши праматери они в доме были намного праведнее своих мужей хотя мы с вами говорим про Авраама и Цхака и Якова из толпы еврейской ну что как мы это доказываем мы знаем что при Саре у нас было три чудо происходившие в ее доме халы ее были всегда свежие свечи которые она зажигала в шабат горели до конца шабата и облако славы то есть постоянное присутствие Всевышнего находилось всегда над их домом как только Сара умирает все чудеса исчезают как исчезают Авраам остался в доме он не заслуживает сказано не дай бог не о нас будет сказано что муж который лишается своей жены становится вдовцом он обязан после смерти жены продолжать зажигать шабатные свечи он продолжает делать все то же самое но только у него ситуация такая же как у нас он зажигает шабатные свечи через 4 часа в его доме начинает становится темнота он готовит халы но эти халы через свет на следующий день секунду собака играется с палкой мне это очень мешает извините пожалуйста когда возвращаются эти благословения когда в дом входит трехлетняя рифка трехлетняя по другому мнению 14 лет неважно это была маленькая девочка которая зашла в дом и благодаря ней снова появились вот эти вот чудеса это значит что ни Авраам ни Ицхак не удостоились это только посредством своих праведных жен еще больше я вам скажу насколько касается сам священ возбегает роль женщины в обществе это вообще вот если феминистки что они говорят женщина равна с мужчинами мы имеем занимать право те же должности как и мужчины то всевышний сказал феминистки вы просто у меня в пятках вы вообще не дотягиваете до моего уровня что всевышний сказал в очередной спор Абрама и Сары спор который в каждой семье случается 10 раз на день по поводу воспитания детей влияния в какую школу в какое все появляется всевышний что он говорит слушай меня все что скажет тебе Сара делай все вы понимаете нет данная ситуация отправь ребенка в школу за углом слева а не справа нет все что Сара тебе говорит делай где снять дом в каком городе жить на какую работу лучше устроиться особенно все что связано внутри дома по другому вообще женщину чтобы мы слишком как бы не не та или по другому мнению женщина она главная во всем что творится внутри дома какого цвета купить тарелочки какую курочку купить и все остальное все что связано с заработком денег это уже только муж но не в этом дело в том числе безумно раздвигают женщину на первые планы говорят что мужчины не могут справиться и наоборот что женщина совершенно не нуждается в мужчине чтобы быть сильной чтобы добиваться в жизни в жизни вещей не поставьте лайки не поставьте лайки в общем мы живем в безумно стереотипном обществе и сказать что религия навязывает нам вот эти стереотипы невозможно потому что изначально мир был создан так что всеушний сказал женщина подумайте даже даже что первая заповедь которая дана в Торе прорву плодитесь и размножайтесь а надо на мужчине что делает в этой истории женщина женщина спокойно может сказать послушай милый я как бы не готова ни 5 ни 10 детей одного с тебя хватит хотя по Торе у нас надо мальчика и девочку чтобы мужчина исполнил свою митсво женщине не надо рожать она это делает для мужа вы понимаете что женщина по своему созданию намного выше на уровне чем мужчина поэтому у нас намного меньше заповедей чем у мужчин это им надо стремиться 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 исполнять миллион заповедей только тогда они приблизятся на уровень на котором мы изначально созданы были целуйте Донечка дякую поэтому в наше время как мы это берем мудрецы когда у равинов спрашивают рабе пожалуйста дайте благословение на проносу чтобы был большой заработок чтобы у нас была большая шефа чтобы было много денег обычно рабин должен сказать одну вещь все написано в Торе не надо ничего выдумывать тот кто уважает свою жену тот получает благословение денежное в свой дом нету никаких других историй когда жене хорошо дома когда она счастлива когда она любима когда ее вечером выслушали когда ей сделали комплимент у нее есть чувство что она хорошо дома все Всевышний этому человеку в этот дом дает дает и дает и дает и дает много денег это самое большое сгулан и богатство что бы вам ни говорили сейчас не буду в это заходить глубоко но на самом деле мы знаем что эта история когда просит сказать когда муж просит сказать что жена это сестра случается у нас в истории три раза два раза с Сарой и один раз с Ривкой Ривка не попала к царю но когда Сара попала мы с вами знаем что на самом деле ее заслуги уберегли ее и когда только фараон захотел к ней притронуться он тут же покрылся болячками написано что у него закрылись все все отверстия и он не мог не дышать не говорить ничего и тогда он понял что Сару трогать нельзя и он ее отпустил и попросил отсюда мы еще с вами с Божьей помощью когда-нибудь выучим что такое благословение праведника почему моя молитва не так влияет как попросить благословение у какого-то раввина здесь в нашей главе первый случай когда фараон просит помощи у раввина у нашего Авраама и просит о нем помолиться и эта молитва была принята и на самом деле он выздоровел хочу вам сказать небольшую историю кто в Киеве в Донецке все знают невероятную семью Вишетских так вот их давние давние родственники эта история связана с ними в России жила семья Вишетских если я не ошибаюсь его звали Муше Йохаше правильно? я не записала окей и в то время в России надо было чтобы все дети были записаны в учебное учреждение ходили в школу и естественно всегда вставал вопрос что же делать в шаббат каждый раз мама выдумывала разные причины почему бы ее ребенок не ходил в шаббат и так прошло достаточно много лет пока один ребенок не столкнулся с проблемой именно в день в шаббат был самый важный экзамен без которого нельзя было дальше выпуститься из школы позвонила им учительница и сказала послушай меня я все эти годы терпела но знай что этот экзамен твой ребенок пропустить не может и если не дай бог он не явится то тогда я заявлю на тебя на все твои религиозные штучки и знаю что тебя посадят и мужа в Сибирь и вообще лучше нарушить свой этот шаббат никчемный чем подставляя себя и своих детей под такую опасность делать было нечего она взяла своего ребенка в шаббат и вышла с ним из дома ее муж и еще один хасид смотрели на нее и не могли ей ничего сказать а как здесь можно что-то посоветовать они шли очень долго это был конец января безумно холодная пора и вдруг за несколько метров до школы была там прорубь такая река она берет своего ребенка и без слов окунает в эту ледяную воду и они идут дальше в школу и когда она приходит в школу и учителя видят ребенка в ледяной воде всего грязного и дрожащего они начали на нее орать советские учителя вот это вот царская Россия как ты могла что ты делаешь до тебя родительских прав решат она решат она говорит а что он шел упал экзамен я знаю что важно а что нам делать бегом отправляйся домой лечи своего сына переодевай его кричат они ей и так она отправилась домой и когда она вернулась секунду и когда она вернулась ее муж с хасидами стоял рядом они увидели этого ребенка и они у нее спросили потом когда она его переодела естественно откуда у тебя взялись силы что влекло тобой так поступить вот скажите мне сейчас взять зимой в минус 30 ребенка окунуть прорубь я бы не ну как как вообще можно о таком подумать откуда у нее взялись эти силы и вот этот вот внутренний стержень так поступить во благо исполнения заповеди шаббата и тогда она сказала я вспомнила своего отца он вернулся тогда от раби это был период когда раби обвинили обвинили прошлого любовического раба обвинили в том что он пропагандирует иудаизм решили отправить его ссылку и многие хасиды решили этот месяц провести с раби потому что думали что они больше его не увидят кстати многие хасиды так больше не увидели этого рабина и она сказала что когда мой папа вернулся после месяца проведенного с раба он зашел домой он был очень больной у него все тряслось и его дети сразу начали спрашивать ну хотя бы скажи скажи что сказал раби что он передал нам и она говорит он только шевеля губами произнес раби нас заклял чтобы ради воспитания детей мы подвергали свою душу опасности нету ничего важнее воспитания детей и воспитания следующего поколения и она говорит я это вспомнила и подумала что Всевышний убережет нас он не даст моему ребенку заболеть он увидит какую святость мы делаем и на самом деле нету ничего важнее в нашей жизни чем воспитать достойное поколение которое дальше воспитает достойное поколение менять каждое поколение в лучшее передавать детям только самое хорошее что есть у нас и это недельная глава именно про это данная история в этой недельной главе затрагивает очень много и это шломбает и бизнес как вести но я захотела затронуть эту тему потому что она мне очень близка и актуальна вся история она возвращается нет ничего нового под солнцем 400 лет примерно после того как Авраам и Сара были в Египте и произошла вся эта история наш народ спускается в Египет к новому фараону и мы все знаем что произошло но была там очень одностранная вещь фараон когда-то тогда издал указ чтобы всех еврейских мальчиков топили в Ниле а девочек ты хаюна оставьте в живых ты добряк ты девочек любишь ты не знаю у тебя наполовину ты плохой наполовину нормальный что произошло если уже берут детей топят их в Ниле так давайте без разбора всех зачем вот это начинать селекцию этого да этого нет этого да этого нет а все благодаря нашей праматери Саре если бы она тогда не зашла к фараону и не показала бы ему что такое сила еврейской женщины и что такое святость еврейской женщины и что такое чистота еврейской женщины это все у них передавалось из поколения в поколение и дошло до фараона который сделал евреев рабами и он сказал я с девушками еврейскими не связываюсь я помню что тогда сделала Сара и обязательно в нашей истории нужны были эти три примера два раза с Сарой один с Рибкой когда они спускались в Египет и когда они пугали фараонов своей как сказать своей святостью недосягаемостью только для того чтобы в будущем пришли дети в Египет и их не тронули даже если Авраам сделал ошибку и зря понадеялся на Сару на ее заслуги зря туда пошел зря придумывал какие-то комбины Всевышний управляет всеми нами так как нам лучше любое наше испытание любое то что мы проходим в жизни мы обернемся назад и увидим оно по-любому изменило меня к лучшему оно сделало меня сильнее если бы я не прошел как-то я сегодня вот в фейсбуке прочитала вы не увидите ни одного сильного человека с легкой судьбой так же как тогда Сара и Авраам вышли с Египта нетронутыми с большим богатством так же наш еврейский народ вышел из Египта нетронутыми за них отомстил сам Всевышний и они вышли с огромным богатством хотя египтяне совершенно не должны были это богатство отдавать Рамбам говорит очень красивую вещь в нашей недельной главе по воспитанию он сказал что вся эта история идет нас научить как смотреть на наших детей кому-то не нравится моя прическа простите надеюсь вы сейчас очень причесанная и красиво выглядите в любом случае мы с вами продолжаем Рамбам говорит чаще всего мы с вами задумываемся о том какие вырастут наши дети кем они будут какие качества развивать какие кружки отдавать Рамбам сказал перестаньте об этом думать мы не можем знать что будет в будущем знаете что можем знать что мы даем детям сейчас на нас дети смотрят сейчас и именно тогда когда они вырастут они будут стоять в какой-то ситуации они будут подсознательно вспоминать а как моя мама отреагировала на это а как мой папа поступил в подобной ситуации мы обязательно должны сейчас думать что мы пропагандируем и даем нашим детям мы знаем что в прессах есть такой обычай красть афикаман в Хабаде вообще не крадут афикаман говорят что это плохое обучение детей красть но на это есть тоже интересное объяснение зачем вот этот кусочек мацы дети берут у папы ищут он прячет а дети ищут бегают хотят найти мудрецы говорят в этом залог воспитания дети не слышат родителей дети всегда смотрят то что отец и мама скрывают вы понимаете суть я не знаю если этот человек смотрит сейчас наш урок я была на замечательном курсе из сот по шломбайту в украине всем безумно советую так мы как раз говорили про то как мы показываем людям наши чувства как мы это передаем и как это читается со стороны так вот было интересно что один мужчина сказал я решил что я своего ребенка буду учить чтению буду прививать в нем любовь к чтению открывать книги но он сам совершенно не любил читать и хотел это исправить в своем ребенке поэтому он решил для себя что он постоянно по дому будет ходить с открытой книгой это он так и рассказывает у нас на лекции и он всегда дома приходил брал книгу открывал иногда даже посматривал в нее чтобы показать ребенку вот как важно читать и приходит этот ребенок в садик заходит у них тем и ребенок говорит воспитательница вот я не понимаю ты читаешь книжки а мой папа никогда не читает он только с открытой книгой по дому и ходит я думал что ее не надо читать вы понимаете что дети все видят и все чувствуют и то как мы себя сейчас ведем это отголоски которые будут чувствовать наши дети наши правнуки и я хочу вам рассказать последнюю историю которая для меня открывает вообще вот завершает красиво ставит точку на этой теме было в Ешиве два ученика два друга и после окончания Ешива один из них продолжил свое направление в иудаизме он стал раввином он целый день сидел в Ешиве учился учился Армения шалом вау какие у нас горизонты слава богу а второй этот друг ударился в бизнес открыл много киосков магазины сети в общем у них там разная жизнь началась но как это иногда бывает дети человека который учился постоянно в Хейдере в Ешиве вышли в свет выросли и занялись бизнесом а дети того кто занимался бизнесом выросли и стали большими праведниками целый день проводили в Ешиве и когда они в очередной раз встретились на Фербрингене и выпили немножечко водочки и он этот раввин решил спросить такой больной вопрос как у тебя это получилось как ты смог воспитать своих детей так что они не задумывались какой путь выбрать и не отказались от религии а наоборот приблизились ко Всевышнему и тогда он сказал все очень легко нету никакого секрета что ты делал ты рано утром уходил в Ешиву там целый день учился 12 часов сидел на книгой и когда ты приходил домой и виделся со своими детьми что тебе надо было ты хотел наконец-то отдохнуть ты хотел наконец-то взять газету взять телефон зайти в фейсбук пообщаться с друзьями ты хотел отдохнуть выдохнуть от всей этой святости которую ты насобирал за целый день в Ешиве подумай что твои дети видели они не видят как ты учишься как ты молишься как ты пытаешься постичь законы Всевышнего что они видят они видят папу который куда-то уходит а потом дома ведет себя совершенно как недуховный человек я же наоборот извините пожалуйста я уходил и делал свой бизнес целый день но когда я приходил домой я сидел за книгой я учился с детьми я говорил про важность заповедей именно поэтому мои дети видели мои примеры выросли такими как они выросли спасибо посмотрите какой невероятный браслет на шаббат сделала мне Аделька а как вам спасибо мило сделай мне пожалуйста еще заповочку в общем боже класс Евпатория казахи невероятно спасибо вам большое что вы были я хочу немножечко подытожить что мы с вами сегодня говорили во первых про женщину мало того что женщина самодостаточная личность которая не нуждается в помощи и поддержке мужчин но мудрая женщина она та которая кажется такой слабой что мужчине хочется ей помогать я к тому что мужчины обязательно должны понимать что женщина не зависит от них что они зависят от женщины и что их достаток зависит от женщины а мы с вами женщины должны понимать что воспитание детей оно напрямую связано с нашим поведением сейчас то какое поведение мы показываем так и будут наши дети воспринимать не то что мы говорим можете молчать но целый день делать хорошие дела и они также с Божьей помощью за нами повторять благословляю вас всех чтобы у каждого дома был шлом байт чтобы все жены были счастливыми чтобы все мужья были богатыми чтобы все дети были праведными и чтобы мы понимали что все что делает для нас Всевышний оно все для нас к лучшему даже если иногда кажется что это не так спасибо большое что были со мной увидимся в следующей неделе и поговорим с вами про сложные испытания которые приходят к нам в жизнь как их принимать избежать или наоборот принять с любовью шаббат шалом спасибо большое спасибо вау целое семейство меня слушало любимые мои замечательные люди шалом шалом шалом